Приветствую вас дорогие друзья, на связи Михаил Ермаков и это первый видеоурок видеокурса Как заработать миллион сети за год. Итак, тема первого урока. Откуда деньги в интернете? Многие из нас до сих пор не верят, что в интернете можно зарабатывать вообще и тем более зарабатывать хорошие деньги. Большинство людей привыкли к тому, что можно зарабатывать только на настоящие, так сказать, работы, на которые можно ходить с 9 до 6 каждый день, либо зарабатывать с помощью бизнеса какого-то своего дела. Но все думают, что это реально только в режиме, так сказать, офлайн. Давайте для начала обратимся к фактам и посмотрим на интернет с другого угла. Какие-то несколько лет назад не у каждого был сотовый телефон, несколько десятков лет назад и домашнего телефона-то не было у многих. Пару лет назад компьютер был далеко не в каждом доме, а теперь в каждом доме у нас по 2-3 компьютера и с собой мы носим какие-то цифровые гаджеты, телефоны с функциями даже обычного компьютера. За последние годы абсолютно все, от почти младенцев до стариков, начали активно пользоваться интернетом, потому что интернет это огромное кладезь информации в различной форме. А что является самым ценным в век цифровых технологий, в которой мы с вами живем? Золото, нефть, драгоценные металлы? Нет, самым ценным в наш век является информация. Тот, кто обладает информацией и умеет применить ее в нужное русло, всегда далеко впереди своих конкурентов. Интернет на данный момент является основным каналом коммуникации и этот канал нам предоставляет огромные возможности. Аудитория интернет-пользователей растет с каждым днем стремительными темпами. В интернете все больше и больше людей, которые общаются, ищут информацию, развлекаются, смотрят видео, что-то еще делают в интернете. А где есть большое количество людей, соответственно там есть большое количество денег. Кроме этого, у многих компаний, да что там у многих, у большинства, многие бизнес-процессы построены на основе интернета. И когда внезапно интернет перестает работать, все, бизнес встает и компания терпит убытки. Но в полную силу интернет в России до сих пор не используется, как это происходит на Западе. Наш интернет-рынок находится только в стадии развития. Те компании, которые это понимают, ну всю полезность интернета и начинают использовать все инструменты, которые нам предоставляет интернет, добиваются гораздо больших результатов, чем те, которые в интернете забывают вообще, либо не принимают его как должное. Итак, откуда же деньги в интернете и как там вообще зарабатывают? Начнем с гигантов. Те компании, социальные сети, крупные торговые интернет-магазины, какие-то раскрученные сервисы, которые мы все знаем, там YouTube, ВКонтакте, Молоток, Facebook, там Ozone.ru, которые стояли, скажем так, у истоков интернета, начинали еще с самого развития, сейчас имеют просто миллиардные прибыли. Вместе с тем, включаются более мелкие игроки рынка, которые начинают развитие своего бизнеса и очень быстро добиваются результатов. Все они продают свои товары, свои услуги, размещают какую-то платную рекламу. Просто, ну вот так вот вспомните, насколько быстро информация распространяется сейчас по интернету. Не как было раньше, в телевизоре, там по телефону кто-то вам сказал, а как быстро распространяется сейчас информация в интернете. Попало какое-то видео, сразу его увидели все, сразу об этом говорят, сразу об этом информация есть. Появился какой-то новый товар, его распространяют по интернету различными способами. И сразу вся аудитория, ну все люди, то есть все активное население, об этом товаре знают и начинают его обсуждать. Задумайтесь, как это все быстро происходит. Крупные игроки сейчас и многие более мелкие, средние компании, которые находятся в рынке, имеют сейчас просто миллиардные прибыли. Так почему с такими возможностями нельзя вообще заработать обычному пользователю в сети, задумайтесь. Ну скажем, миллион за год. Это вполне реально. Итак, подведем небольшой итог. В интернете огромное количество пользователей. То есть в большинстве случаев это платежеспособное население, которое испытывает постоянную потребность в каких-то товарах и услугах. А раз они находятся очень часто в интернете, а некоторые люди большую часть своей жизни проводят именно онлайн, то вероятность того, что они купят там какую-то товар, услугу, либо воспользуются каким-то сервисом, грубо говоря, гораздо больше, чем то, что они пойдут в магазин и купят то же самое. Во-первых, для них это будет более удобно, во-вторых, у них будет больше предложений, потому что в интернете сейчас это сильно распространяется. Кроме этого, многие бизнес-процессы за счет развития интернета сейчас начинают автоматизироваться. Некоторые профессии начинают заменяться на какие-то автоматические программы, скрипты, да просто даже на один какой-то сайт. Например, вместо менеджера продаж какой-то продающий сайт. Задумайтесь, в кем вы сейчас работаете и насколько ваша профессия вообще важна для компании, какую ценность вы предоставляете. А не заменит ли вас в будущем какая-то интернет-программа, либо какой-то вообще робот автоматический, который будет работать в интернете. Итак, раз в интернет уходит много бизнесов, многие бизнесы начинают строиться за счет интернета, соответственно, здесь и работа есть для каждого. И поверьте мне, на стадии развития рынка этой работы сейчас просто непочатый край. Итак, мы с вами разобрались, откуда вообще деньги в интернете и поняли, что их здесь огромное количество, а с течением времени это количество будет только увеличиваться. Теперь давайте разберемся, как обычному пользователю, далекому от бизнеса и сложных цифровых технологий, взять и заработать в интернете. Ну, для начала свою вторую зарплату, ну а потом уже миллион в течение года. Почему бы и нет, это вполне реально. Но об этом мы с вами поговорим в следующем видеоуроке.